привет друзья сегодня мы с вами посмотрим заброшенную деревню на севере ярославской области сегодня с канала мотоды с юрой и олесей идем заброшен деревнях до нее нам где-то еще километра 2 и а тут кто-то стрел честно а выглать него купи на эта дорога когда-то вела в деревню такой вот мост из гробулей мостик это через такую уже заросшую речку чаще всего же населенные пункты деревни строили рядом с водой пруды либо рейки и вот такая вот даже хочет засид как не назовешь может быть и она может быть накрывали камышом еще чего-нибудь и ждали когда животные придут на водопой наверняка так и борщевик пока еще низкий села пояс жара 26 так подходим уже собственно деревне здесь как видите гать тоже какой-то ручей протекает все заболочено и впереди дома ну а теперь давайте посмотрим эту деревню поближе как видите провода еще есть какой-то накат и собственно улица туда уходит и в эту сторону немного а вот этот дом видимо дачный приезжают сюда люди я уж близко не буду подходить думаю не стоит в этот дом мы не пойдем потому что как видите состояние его очень плачевная а мы пойдем дальше по этой деревне ведь и дрова сготовлены на поэтому сюда играть насти вот этот из горбулей сюда приезжают как на дачу явно на чем-то большом вот даже следы вот шиши колодец явно действующий видите к нему также окошена трава причем скошен совсем недавно может даже кто живет последний житель так он выглядит откалывается скамьей под ведра и вода еще висит таксофон и видимо на работает еще давайте послушаем но с него позвонишь если у тебя есть специальная карта и значит вообще продаются или нет и вот прям борщевик совсем рядом с домами что тут за яма слива и клен вы только посмотрите как красиво какие наличники различные узоры на доме просто красота такого в нашем регионе практически не увидите смотрите здесь дверь в подполье давайте заглянем давайте заглянем ой вот здесь вот здесь как вы видите ставят кадушки и всякая различных хлам можно если так выразиться земля сыроватая смотрите какая бутыли вот эта бутыль заткнута горлышко газеткой и там жидкость на дне как думать друзья что там пишите комментариях и смотрите дом на кирпичном фундаменте и огромный толстые бревна для нашего региона это нестандартно красота и как вы видите раньше эти все резные узоры были раскрашены в разные цвета когда-то это было еще красивее чем сейчас что же давайте зайдем внутрь дома и посмотрим как там такой вот деревенский диван маленькая кадушка набитый соломой детские санки полу разобраны ухты кормушка линии уже не играет самодельные что-то типа терки они этот из футзала и потому что она в саже внутри кто-то играл бросая тет-быку ели она же шах от прялки деталь да а это собственно двор вот так называют северных регионах у них нет отдельно стоящих сараев от дома у них сразу же огромный сарай так называемый и в нем то видите внизу скот деревенский жил сверху их чаще все сено было крыша покроты покрыта щепой сверху шлифером и сразу выходишь из дома и во двор и не нужно прочищать зимой дорожки к сараем и по двору а сразу проходишь и во дворе ты уже и здесь вот как видите полное ведро овса так давайте внутрь зайдем сломанная гитара скроченный телевизор множество журналов и газет музыкальная жизнь восемьдесят первого года крестьянка и даже эту стопку этих вот журналов крестьянка восемьдесят пятом года восемьдесят четвертого после восемьдесят четвертый и так далее связаны между собой шнурком от обуви проделан отверстие так вот связанных стопочку здесь подполье вход висит армейская шинель даже вот сержант лычки нашивка на погонах это под иконы такая вот рама и крынки одна вот обколота а эти вот абсолютно целые подсадка подсадная утка и охота с ней крючка 75 года еще одна крынка тяжелый заварный чайничек в принципе больше здесь смотреть не на что еще там на крынка лежит сразу не обратил внимание и различная одежда повсюду значит отсюда по идее не уезжали видимо пошелые люди ушли этот свет а их старые вещи остались вести тетка как видите на своем месте так что телевизор телевизор был рекорд 6 вот у меня только каркас так оно выглядело здесь тоже были иконы когда-то тоже видимо была рамка вот от нее след остался от икон остался такая вот маленькая иконочка и тут прям довольно таки пусто уже в комнате было русская печь которая как видите вместе с полом обрушается вниз поэтому близко довольно таки уже опасно подходить проигрыватель раскроченный вот она и русская печь газовая плита как вы понимаете мародеры пока еще не были в этой деревне иначе весь металл бы ушел бы отсюда и настенный церковный календарь 2004 года значит последний раз здесь либо жили или потом приезжали может быть как на дачу уже давненько такой вот в общем домик я вышел снова на улицу и он теперь к следующим домам это старый колодец вода есть вода есть вот следующий дом как видите немного менее чем тот и рухнувший забор у этого дома вот такие вот наличники и что я заметил дома отсмотреть никогда не запирались просто закрывались на вертушку ага сюда еще пролезать нужно дверь просела видите просочились терраса покосилась уже лестница на чердак здесь когда-то был двор и он уже полностью весь обрушен вот так внутри этого дома ух смотрите надеюсь вам видно полы все ходуном старый диван газеты журналы 89 88 годов тут тоже все покошено русская печь видимо дверь уже не открыть давайте обойдем вот так тоже как видите все уже рушится вот такая вот была здесь кухня рукомойник и совсем маленькая русская печь и стол с остатками посуды больше смотреть в этом доме не на что давайте еще на чердак заглянем то очень многие просят я уже неоднократно говорил если я не показываю как на чердаке это не значит что я не заглядывал и не смотрел просто не ставил кадры лесток чердака остатки от гармонии смотрите и нет потолок ты тоже есть ходу но мне интересно я вот увидел вот эта конструкция кто знает подскажите от чего это может быть ткацкий станок жили никогда не видел их целыми мне кажется что да сверху зубчики такие и очень толстый массивный и все так подходим к следующему дому там вот и либо удачный который дома либо он жилой мы никого не видели не слышали не собак не лает ничего нет но свежая окошенная вокруг дома трава ну никого не слышно не видно в общем и стали подходить близко потому что фиг вы знает может быть охотник может быть злой мужчина муж там живет тоже лишний раз я думаю не стоит попадаться на глаза последний оставшимся жилому дому рядом с дому как видите стоит тому позади банька а вот здесь уже покосившийся колодец и у кого-то до сих пор висит ведро чтобы набрать водицы давайте залеоня в колодец темно но вода если вижу и такой барабан то что покосилась уже довольно-таки тяжело крыться барабан ох какие наличники вы посмотрите какая же красота и вот такое вот крыльцо немножко уже тоже от времени как видите начинает коситься висит замок но он видно видите был взломан просто от алюминиевая проволочка вот так вот перевешено и все давайте посмотрим этот дом так здесь мы сразу на входе видим иконы необычно то что они таких вот рамках как в рамках из-под фотографий семейных этот сверху современные уже изображение дорожки в руки такая вот скамья довольно-таки длинные современский одноразовый так называемый китайский мангалчик ой сколько детских книжечках причем смотрите шестьдесят пятого года на рисунке конечно качество такое себе тут получше чуть февраль 1906 веселой картинки детский юмористический журнал в общем такого там с маленькими небольшими рассказами мурзилка шестого тоже года висят фуфайки шкаф с зеркалом ух смотрите из пластика что ли сделано этот резиновый конь маска тигра такая вот кукла безрукая без одного без одной туфли и свисающим носком с одной рукой руки нету здесь фотография ярославская областная школа повышение квалификации сельскохозяйственных кадров у нас кривушка и старый телевизор еще видите не раскороченный целый сзади абсолютно мародеры явно пока не добрались до этой деревни это собственно двор огромное количество кадушек бочек ларь ларь две фляги и туалет снова на два очка здесь видите даже не ограждалась как у многих это по моему от прялки если не ошибаюсь что поправьте меня в комментариях так натвор нам не будем осмотреть все принципе одно и то же иначе будет это серия очень очень длинная тянами так уж очень длинная получилось потому что действительно есть на что посмотреть в этой деревне ух смотрите сколько обуви и у ведь и ничего не выбрасывал все хоронилось зачем спрашивается старая обувь зачем старую обувь сохранять непонятно это что такое телевизор что ли еще одна кукла без головы это что телевизор какой-то какой-то старый о нет рекорд 6 вас целый еще не раскурочен тоже вот видите провода алюминий и вон моток еще металлисты добрались бы все в отсюда раздербанить все забрали ух ты ешкин кот видите русская печь рухнула и проволнила полы да уж есть это время не крепко держится потому что я хочу пройти в комнату аккуратненько ух ну и зрелище конечно да уж ух ты смотрите вот это оралитет тоже целый тяжелый вот это да все работает смотрите все работает все кнопочки все работает вот это красотень ох радиола какая тоже целая ну фактически целая рекорд 61 тоже тяжеленная ю это находки в домах этой деревне здесь кровать старые фотографии смотрите под иконы какая рамка под стеколом было икон нету действительно тоже стояла небольшая печка эти дымоход и он потом соединялся уже с русской печи и дымоход ходил на улицу на жалко что печь отрухнула и все проломила смотрите под русской печи диван на его просто раздавила а 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 и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok